Путин, значит, обратился, что такое Валдай? Валдайский клуб, это они собирают каких-то там прикормленных чмошников, которые свозят из западных стран, которые, значит, давно там, типа, вот, встали на такую скользкую дорожку, что за мелкий путинский прайс пожить там в пятизвездочной гостинице, за наш с вами счет, за счет российских налогоплательщиков, и посмотреть на великого вождя, а потом приехать домой и написать какую-нибудь статью, что нужны мирные переговоры, и Украина просто не слышит Путин, вот они собирают там такую толпу чмошников, и Путин, как петух, значит, распустив хвост, выходит и перед ними рассказывает все эти сказки про неоколониализм и агрессивную политику США, да, как мы в детстве, я не знаю, многие так серьезно это ведутся, я же помню эту всю хрень во времена своего детства и пропаганды КПСС, да, так вот, я действительно провел там последние пару недель в Соединенных Штатах, и, конечно, там, ну, одна из вещей, которые мы постоянно обсуждаем с американцами, это, типа, вот, как они реагируют на все эти его публичные выступления, ну, никто его вообще уже не воспринимает всерьез, то есть, вот он, не знаю, я посмотрел, насколько меня там хватило до наступления рвотного рефлекса, я посмотрел вот несколько минут этого Валдая, абсолютно предсказуемо, потом просто прочитал там распечатку, ну, все, можно уже делать просто автоматический генератор этих речей Путин. Он считает, что он какую-то такую мудрость изрыгает, такую свежую, совершенно сенсационную, как этот его придурок Песков там говорил, что, типа, эта речь войдет там в какие-то аналы, там, не знаю, куда она там войдет, но, вот, реально, я просто смотрю на этого попугая, да, и я вижу, что он, вот, распинается перед этим своей, там, набранной, значит, группой платных статистов, и он думает, что это он такой обращается с оригинальной речью ко всему человечеству, там, и все сейчас его услышат про все это, про неоколониализм, про всю эту тлетворную, значит, политику Запада, и все там, все там задумаются, наконец проникнутся этим путинско-дугинским, там, миром, который они где-то выдумали у себя, там, уже даже не хочу предполагать, в каком подвале, да, но, знаете, я, вот, там, я не хочу вам давать фрагментов Путина, вы можете полно где посмотреть, да, я хочу вам другой фрагмент дать, вы сразу поймете, как бы, о чем речь, потому что, вот, еще раз, ну, просто, вот, уже, там, международными политиками разговариваешь на эту тему, они ржать начинают, потому что вся, вот, это вот, его, весь его пафос про неоколониализм, он просто сто процентов взят из той туфты, которую много десятилетий, всякие вот эти африканские диктаторы, значит, продают, типа, как они, как оправдать свою диктатуру и свою агрессию, значит, обрушиться с критикой на неоколониализм, да, то есть, вот, страны, где демократия, которые не воюют друг с другом, и где нормальный демократический миропорядок, типа, высокий уровень жизни, это вот, какие-то плохие неоколониалисты, а вот эти все африканские диктатуры, где люди живут, там, на два цента в день, и у них, там, там, ни еды, ни туалета нормального нет, они никогда ее не видели, но зато диктатор весь живет в золоте, там, в дворцах и так далее, это вот какие-то прогрессивные, значит, борцы с неоколониализмом, я решил вам сделать подборочку выступлений вот на эту же тему одного такого известного персонажа, который недавно помер, и Путина, я надеюсь, скоро ждет такая же судьба, это бывший диктатор Роберт Мугаби, который тоже был один из таких вот главных, значит, предшественников Путина вот в этой священной борьбе с мировым неоколониализмом. Небольшой фрагмент, посмотрите, пожалуйста, он по-английски, мы его даже не стали ни переводить, ни субтитры давать, но там прям все понятно, даже если вы не знаете языка, вот вы прям сейчас все поймете, это я вам гарантирую, давайте посмотрим, вот немножко, вот считайте, что я вам вместо Путина на Валдае дал что-то поинтереснее, но то же самое, абсолютно то же самое. Пару минут Роберта Мугаби. Пару минут Роберт 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 Мугаби. If they have ears to hear, let them hear. We will say he's a God-sent person. May God bless China and its people. So you have sanctions. We have sanctions. And this America, the imperialist, is at the top of it all, with Europe just following. In a few weeks from now... Вот видите, против вас санкции и против нас санкции. То есть Путин думает, что он какой-то такой оригинальный лидер антизападного мира, который строит какую-то новую цивилизацию. А он просто тупо, как Киренко, косплеит Геббельса. А Путин косплеит Мугами. То есть вот вся его речь, реально, я просто, я же слушал, читал это все. Ну я же понимаю, откуда это все идет. Это классическая риторика вот этих диктаторских, авторитарных, африканских князьков, узурпаторов. Там нет ничего нового. И все эти вот, значит, попытки оправдать свое воровство, коррупцию, олигархию, нищету населения, свою агрессивную политику, попытки оправдать, что какие-то колонизаторы в этом деле виноваты. И вот это камлание перед Си Цзиньпином и китайской компартией. Ну это просто, ну вы же понимаете. То есть это все вот абсолютно один в один. При том, что вот интересно, что Мугаби говорит, что вот Китай нас никогда не колонизировал. Да ладно! А кто у вас скупил все месторождения, получая с них прибыль, а вам остается шиш с маслом? А кто реально контролирует всю вашу важнейшую инфраструктуру, которая построена китайскими компаниями и банками? Это что, не колонизация? Это просто по-другому выглядит. На самом деле вот самая-самая настоящая колонизация 21 века, вот как она и с Россией, происходит в отношении Китая. Поэтому, еще раз повторю, что вот когда вам кто-то начнет рассказывать эту историю, а как Путин там всех сделал на мировой арене, да ничего он не сделал. Он выглядит на мировой арене вот как такой типичный, надоевший всем многолетние африканские мафиозные олигархические диктаторишки. И говорит он все точно вот по их там, как говорили Мугабе, Мабуту и Диамин там, просто ничего нового. Я вот не знаю, он зарылся там в этих своих каких-то идиотских книжках, там какого-то Ильина он там цитирует или кого-то еще. А просто если бы ему кто-то принес, вот он реально думает, что что-то он произносит, это какое-то там мировое открытие. А если бы просто принес кто-то распечатки Мугабе или Мабуту, я думаю, что он зачесал себе там оставшуюся лысину, товарищ Путин. Ну потому что все настолько, это даже не смешно. То есть вот вчера комментарии очень многих международных лидеров были, что мы типа путинскую, валдайскую речь комментировать не хотим. Потому что это ничего нового абсолютно. Это было уже тысячу миллионов раз и далеко не только в истории России в последнее время. А это просто классика всех вороватых, агрессивных диктатур. Чем они себя оправдывают? Вот начинают выдумывать эту всю историю про неоколониализм. Ну и из более свежих, вот я сейчас вам все-таки покажу Путина чуть-чуть, обещаю немного. И он там молчит. Сидит, молчит и кивает своей башкой. Но вот это свежее видео, конечно, один из документов эпохи. Которое показывает, как теперь в мире к Путину реально относятся. Не как вот он хотел бы, чтобы все это дело выглядело по контролируемому телевидению. А так как его вот такие же ближайшие страны, абсолютно зависимые от России, но тем не менее уже ни во что не ставят. Я думаю, вы это видели уже больше 10 миллионов просмотров у этого видео. Это как президент Таджикистана Рахмон Путина отчитал как первоклассницу реально. Что вы типа нас не понимаете. А нам надо уважение от вас. А мы от вас вот от Запада получаем, от Китая получаем, а от вас ничего не получаем. Владимир Владимирович, хочу я вам вот это вот сказать. И думаю, что все уже это видели, но я не могу просто отказать удовольствии. Минута 40 президент Таджикистана Рахмон отчитывает Владимира Путина и показывает ему реальное место в мире. А не ту надувную лягушку, которую Путин хотел бы, чтобы вы видели по телевизору. Уважаемый Владимир Владимирович, я думаю, что это ваша инициатива к чему? Не ради Галышкова собраться и мы должны открыто сказать, что мы хотим. Показать всем миру, что Россия плюс Центральный Азия, что у нас есть проблема. А действительно, оказывается, есть. У нас эти пятерки уже вовы. Одни разговоры, одни информации, получение информации, выкачивание информации. Показуха, никакого эффекта. Америка плюс Центральный Азия. Южная Корея плюс Центральный Азия. Япония плюс Центральный Азия. Скоро, наверное, Пакистан тоже в Центральный Азии. Индия в Центральный Азии. Кто остался еще? Япония. Что нам не хватает? Что-то не хватает. Что-то здесь мы не срабатываем. Как это было, главная причина развала Советского Союза. Я думаю, что вы не обижаетесь. Мы были свидетельны с вами. Я был свидетель, как развались. Я участвовал в этом зале съезда, как назвали, Советский Союз. Тогда, вы меня извините, как и сейчас. Не было внимания. Ну вот, на самом деле, это было одно из самых обсуждаемых выступлений в последнее время. То есть, даже вот Путин что-то пыжится из себя. Он что-то пытается всем объяснить и рассказать о своем глобальном видении мира. А реально, когда общаешься с политиками, экспертами в других странах, ну, конечно, большую часть последние, сколько, 10 дней это было обсуждали Рахмона. Вся здесь, весь пафос ситуации в том, что Таджикистан – это одна из самых зависимых от России стран. Там находятся российские войска, которые вроде как должны удерживать все это от региональной нестабильности. Риски там большие, потому что там границы с Афганистаном, вот на границе с Киргизией у них недавно были перестрелки. Страна крайне бедная. Действительно, там экономических каких-то перспектив у него больших немного. Они могли бы быть, если бы это была свободная страна, но там точно такая же. Вот этот Рахмон тоже, его, знаете, вот не надо перехваливать, а то я вижу, что многие в интернете, кто-то что-то сказал про Путина и такие все, а какой молодец. Рахмон не молодец. Рахмон – скотина. Он жестокий диктатор, который вот один из тех, кто, в принципе, в свое время в Центральной Азии, выстраивая такого типа диктатуры, дал пас Путину. Вся эта вот история перекинулась. У нас же все эти законы об экстремизме, технологии борьбы с политическими оппонентами, они же все оттуда. То есть, Рахмон – это такая колыбель путинизма, поэтому он никакой не молодец. Но вот такое его выступление, оно очень показательно. В том плане, что реальный вес Путина на международной арене, он микроскопический. Его начинают уже пинать страны и руководители, которые от него даже зависят. Но они понимают, что он ничего им не сделает, потому что он оказался в страшном и уязвимом положении. И вот видно, что он ничего не может сделать, он просто его Рахмон отчитывает как школьницу, а он сидит и кивает. Понимаете, вот вы часто видели Путина в такой позиции, а вот его поставили. Кстати, чем больше он будет ездить и на коленках что-то выклянчивать у азиатских диктатур, тем больше будет вот таких ситуаций. Мы таких вот выступлений от других лидеров, они понимают, что Путин попал в зависимость от азиатских стран. Он ездит к ним что-то просить, и они сразу, они чувствуют этот момент, что значит они могут без последствий ему вот так вот все это в лицо высказывать. Это прям по их всех, всем вот этим непростым восточным традициям, это прям такая четкая индикация, в том числе body language, как говорят, язык жестов и движений. Он очень четко показывает, что Рахмон понимает, что Путин страшно уязвим, что ему как никогда нужна помощь от этих азиатских стран, по которым он с невероятной активностью ездит в последнее время. Он понимает, даже уже Рахмон его начинает отчитывать, понимает, а что про Путина думают более старшие товарищи, это уже как бы другой даже разговор. Кстати, вот важный момент, что в связи с темой ядерного оружия, я об этом много говорил и в предыдущем стриме, и вот последних видео на своем канале, много там спрашивают, будет ли Путин применять ядерное оружие. И очень многие так вот рассуждают, что он типа суицидник такой, что он готов все человечество отправить к праотцам ради каких-то своих, не знаю, тараканов в голове. Не готов он отправить никого к праотцам. Доказательства хотите? Очень просто. Посмотрите, он как котомочник поехал по городам и весил. Вот я сейчас буду все время приводить эту статистику. Покажите, пожалуйста, на экран вот эти данные про географию поездок Путина за последнее время. Так вот, всего лишь три поездки у него было почти за два года. С января 2020-го, когда, до того, как начался ковид. Потом он сидел в бункере и никуда не ездил. Только в прошлом году съездил два визита. Один на полдня в Женеву на саммит с Байденом и в конце года в Индию. Еще один раз он ездил вот на открытие Олимпиады в Китае. Всего три до начала войны. Сейчас, за последние четыре месяца, это уже пять поездок. Туркменистан, Иран, Таджикистан, Узбекистан и Казахстан. Вот сейчас был там саммит, где Рахмон-то, собственно, его и отчитал. Вот это очень важный момент. То есть, если вы хотите доказательств, что Путин не суицидален, понимаете, если бы он был такой, знаете, философски отстраненный, типа, я готов ради своих имперских целей, сидя в бункере, нажать на красную кнопку и отправить все человечество к чертовой матери. Если бы он был так настроен, он бы не таскался по Средней Азии. Вот так вот с частотой раз в несколько недель. У него такой частоты поездок не было уже много лет. Вы видите, как он возомнился таким великим мировым лидером, который никого в бункере не принимал, который вот выстроил там вот этот стол и сажал там Макрона и всех на огромном расстоянии. А теперь ничего. Мотается, значит, с котомочкой по азиатским столицам. Что-то у них выпрашивает. Сидит, ждет. Вы видели все эти кадры, как он сидит, ждет азиатских лидеров. Они к нему опаздывают. Когда раньше такое было? Вот если Путин сменил свою модель поведения, и он больше не является таким великим и ужасным бункерным Гудвином, который сидит там у себя, руководит миром, и все такие дрожат. А вот нажмет он на красную кнопку или нет? Да нет. Все. Он превратился в бесконечно зависимого от азиатских стран чувака, который теперь таскается к ним. Как это, я не знаю, там люди, кто там постарше, помнят фильм «Москва слезам не верит». Гурин, прекрати сюда таскаться. Вот, собственно, это ровно такая же история, когда то, как себя ведет сейчас Путин, он явно соглашается на зависимое положение, соглашается терпеть унижения в публичном пространстве, ездит по всем этим азиатским странам с невиданной для себя чистотой, чтобы у них что-то попросить. Это первое значит, что ему плохо, ему больно, ему нужна их помощь. Значит, он готов такие вещи от них выслушивать. Ну и следующий момент, что не похоже это все на человека, которому на все плевать, и он собирается уничтожать планету. Если бы ему было плевать, он бы не таскался туда, в Центральную Азию, и не выслушивал бы. Вот это вот все. Так великие, значит, властелины мира бункерные себя не ведут. Ведут себя так люди, у которых проблемы. И все это видят. И в том числе и Рахмон это видит. И вот не боится с ним вот так вот. Вот представьте, несколько лет назад Рахмон стал бы себе разговаривать так с ним. Нет, не стал бы. А сейчас вот такая вот тирада, и тут сидит великий, значит, этот глобальный демирук, сидит, то гугукает. Сидит, трясет своей головушкой. Вот это как бы первый признак того, что, ну реально, Путин действительно, ему адски нужна помощь. Он хочет, чтобы эти все азиатские страны его спасали. Они это все считают. Он прямо говорит. Ну поэтому они чувствуют свою силу и находят, возможно, вот с ними так разговаривать. Имамалий Рахмон совершенно не мой герой. Ну, конечно, в этом смысле, вот, в плане объяснить Путину его место, конечно, человек месяца. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!